Привет, это Руслан Шеведдинов. Сегодня поговорим о страшных убийцах, которые так обожают деньги и власть, что ради них, с удовольствием, продолжают эту чудовищную, несправедливую войну и отправляют на убой простых людей. Поговорим о руководителях российской армии. Во главе армии, как вы знаете, стоит Сергей Шойгу. Миллиардер, который за 10 лет в должности министра обороны разворовал все, что мог, и все, до чего мог дотянуться. Он, его любовница, семья, друзья, все стали сказочно богаты за годы правления Путина. Я подробно об этом рассказывал в нашем канале. Чтобы полностью сформировать представление о масштабах коррупции в армии, мало сказать только о Шойгу. Его заместители оказались в армии не меньшего масштаба. О них вам сегодня и расскажу. И сразу прошу вас поставить лайк и поделиться этим видео в своих социальных сетях. Пусть все, кому пришла повестка военкомат, посмотрят это видео и решат, хотят ли они воевать за этих людей, или все же собственная жизнь дороже. Начнем наш рассказ с Руслана Цаликова. Он давний друг Сергея Кужегеточа. Они работают бок о бок почти 30 лет, еще с МЧС. Цаликов был в МЧС замом министра Шойгу. В правительстве Подмосковья был вице-губернатором при губернаторе Шойгу. И вот теперь в Минобороне под руководством Шойгу Цаликов его зам. Кстати, Цаликов в армии тоже не служил, но при этом не стесняется, носит генеральские погоны. В Минобороне Цаликов главный по пиару и пропаганде. За его авторством такие проекты типа Юна Армии и Парков Патриот. Что самое главное, Цаликов в ответе за публичный образ Шойгу. Именно Цаликов договаривается со СМИ о том, чтобы журналисты не писали ничего плохого про фанерного маршала. И даже говорящий о голове Минобороны Игорь Коношенков, который каждый день публично выходит и врет о войне в Украине, он подчиненный Цаликова. Помимо всего, в ответственности у Цаликова находится департамент финансового контроля. А контролировать финансы этот гражданин умеет. Но не государственные, а свои личные. В нашем расследовании мы выяснили, что на детей Цаликова оформлены помещения в московском бизнес-центре Хамовники за 132 миллиона рублей. Несколько офисных помещений в центре Москвы общей стоимостью 85 миллионов. И два земельных участка в деревне Красное в Домодедово. Один, правда, они уже успели продать. Каждый участок почти тысячу соток и стоит по 260 миллионов рублей. Пять помещений общей площадью больше тысячи квадратов в бизнес-центре на земном валу, стоят которые почти 400 миллионов рублей. Итого всего имущество у детишек замглавы Минобороны мы обнаружили на 1 миллиард 100 миллионов рублей. Легальных доходов у детей Цаликова на приобретение настолько дорогого имущества нет. Эти деньги были украдены их отцом из бюджета и подарены им. Абсолютно верно. Есть у Цаликова и, конечно же, хоромы на Рублевке. Стоимость их несколько сотен миллионов рублей, об этом писало издание Проект. Другой зам Шойгу Алексей Криворучко. Криворучко стал замом министра обороны в 2018 году. До этого был основным владельцем оружейного концерна Калашников и гендиректором Аэроэкспресса. Успешный бизнесмен, любитель заграничного отдыха и путешествий на яхтах. Что же заставило молодого предпринимателя оставить прежнюю прекрасную жизнь и пойти работать в чиновники Минобороны? Что самое важное, на зарплату в сотни раз ниже его доходов от бизнеса. Ответ очень прост. В качестве замминистра он курирует все закупки вооружения. Через него проходят триллионы рублей. Согласитесь, звучит очень заманчиво. Ну, на самом деле это бизнес. Ну вот незадача. Дочь Криворучко гражданка США. Эй, минуточку! А сам жулик, судя по базе перелетов, побывал в стране, которую они называют главным врагом, как минимум в 26 раз. Но не просто побывал, а еще и домик там себе прикупил в роскошном владении в Майами и записал на подставную фирму. В России зам Шойгу тоже отгрохал себе особняк. Патриот такой. В 2019 году Криворучко приобрел дом площадью 1492 квадрата и земельный участок в 35 соток. Еще 116 соток, которые он, кстати, вопреки закону, так и не задекларировал, находятся в долгосрочном пользовании у его фирмы. Вот вам и объяснение, почему мобилизованным выдают ржавые автоматы. Отвечающий за закупки вооружения Криворучко просто все украл и вывез в США. Не иначе, как по заданию ЦРУ осуществлял подрывную деятельность. Самый настоящий шпион и предатель. Я даже обращался в ФСБ. И вот теперь пускай ФСБ и прокуратура займутся реальным делом, а не охотой на активистов, которые где-то там поставили лайк в интернете. Я отправляю заявление в ФСБ и военную прокуратуру. Требую провести проверки. Однако спустя 3 месяца после выхода нашего расследования, которое есть на этом же канале, Криворучко все еще на посту в Министерстве обороны. И даже никаких лейблов иностранного агента у него нет. В отличие от меня. Вот так и получается. США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность. Есть у Шойгу еще один заместитель, куратор всего армейского строительства Тимур Иванов. До своего назначения на высокий пост в Министерстве обороны Иванов никогда не соприкасался со службой в армии. Закончил себе факультет в учислительной математике и кибернетике МГУ. Работал по линии строительства в администрации Подмосковья, где и сблизился с Шойгу, который позже забрал его с собой в Министерство обороны. Свою жену, Светлану, Тимур Иванов, можно сказать, отбил от бизнесмена Михаила Маниовича. В нулевых это была достаточно громкая тема для обсуждения в светских кругах. Но мы не об этом. С 2009 года Маниович своей женой развелся, и она ушла к Иванову, забрав у бывшего супруга только детей, одежду и, цитирую, иконы. Таким образом можно утверждать, что все имущество, про которое я сейчас расскажу, появилось у светской львицы после того, как она сошлась с заместителем Шойгу. А имущества там правда много. Во-первых, Иванов содержит убыточный бизнес своей возлюбленной. Бутик модной одежды, который несет огромные убытки. Например, в 2015 году он понес убытков на 651 тысячу рублей. Во-вторых, у супругов достаточно много элитной недвижимости, которую они, кстати, пытаются тщательно скрывать при помощи Росреестра и многометровых заборов. Но это не помогло. Журналисты издания проект все равно смогли найти недвижимость семьи Ивановых в поселке Успенское с приблизительной стоимостью в 600 миллионов рублей. Иванов также арендует трехметровый таунхаус в центре Москвы по адресу Зачатьевский переулок, дом 6. Ежемесячная цена аренды подобных апартаментов, по оценке журналистов, составляет приблизительно 400 тысяч рублей. Таких денег у заместителя Шойгу Тимура Иванова, конечно, быть не может. Делаем вывод, он их украл за счет стройки Минобороны. Ну, это традиции и бог с ним. Так было и так будет всегда. В руководстве российской армии есть еще один интересный персонаж, которого вы также можете видеть за моей спиной. До прошлого года это зам Шойгу, а теперь глава комитета по обороне, единоросс Андрей Картополов. Картополов руководил военно-политическим управлением вооруженных сил. Проще говоря, был главным политруком в России. Следил за тем, чтобы в армии не разрушались скрепы, строились храмы, а военные молились на Путина. Ну и, конечно, он рассказывал истории про то, что Россия в кругу врагов. Наша страна всегда была лакомым куском для различного рода завоевателей, которыми они себя мнили. Что прозаично, главный политрук российской армии так и не заметил, что его ближайший коллега Криворучка, видимо, сам продал родину за американское гражданство для детей. Но это ладно, с кем не бывает. Картополов, вернемся к нему, не брезговал пользоваться служебным положением, чтобы устроить в жизни своих детей. Его дочь совладелец одного большого завода, который изготавливает металлоконструкции и контейнеры для боеприпасов по заказу Министерства обороны. В прошлом году я лично звонил Картополову после нашего расследования, чтобы узнать, как так получилось. Не видит ли он в этом конфликта интересов? То есть вы не видите конфликта интересов в том, что вы замминистра обороны, а ваша дочь имеет долю в заводе, который обслуживает Минобороны? Мы поговорили, ролик также в нашем канале. Генерал тогда меня уверил, что ничего такого не знает. А жаль, потому что тут налицо прямой конфликт интересов. Настоящая коррупция, за которой Картополов должен быть не только уволен, но и пойти под суд. В какой-то момент российскую армию превратили еще и в ссылку, куда отправляли молодых оппозиционеров. В том числе и меня. Нарушение всех законов похищали молодых активистов, которые уступали против Путина и коррупции. В 2019 году он курировал похищение меня, а потом и еще некоторых моих коллег, которые также боролись с коррупцией в России. В расследовании про Картополов я уже рассказывал про материально-техническое обеспечение срочников на новой земле. Я топил снег, чтобы пить и готовить пищу, потому что воды не было. Год я жил без связи, не мог даже выйти ночью на улицу, потому что мог быть съеден голодным белым медведем. В общем, как говорится, выживай, солдат, как можешь, а генерал Картополов продолжит обогащаться. А вот, к примеру, легендарный генерал Владимир Шаманов, который раньше командовал ВДВ, а сейчас заседает в Госдуме от партии «Единая Россия». Как вы знаете, настроен он крайне антизападно. В шоу у Соловьева он сравнивает НАТО с гитлеровской Германией, например. Кстати, к Германии, запомните, у него особый интерес. В 2014 году Шаманов попадает под санкции ЕС. Именно тогда же его дочь переезжает в ЕС. Ее муж тогда стал раввином русскоязычных общин. Снимки с геотегом немецкого города Вуперталь можно найти в ее инстаграме. В медиа ее представляют как жительницу Германии. В Москве же его дети владеют элитной недвижимостью. Квартирами в историческом доходном доме графа Шереметьева, больше 100 квадратных метров, и ЖК «Цвет» 55,5 квадратных метров. Сам он скрывает, что получил от государства дорогую квартиру бесплатно, больше 140 квадратов в столичном ЖК «Смоленская застава». В выписке из Росреестра вместо имя собственника значится Российская Федерация. Общая стоимость жилья семьи генерала-депутата 230 миллионов рублей. Вот так и получается, что нам с вами каждый день из телевизора рассказывают, как важно отдать жизнь за путинскую войну в Украине, и что долг каждого россиянина сейчас взять повестку по мобилизации уехать пушечным мясом в Украину. В армии же на вас наплевать. Там вас не покормят, а из экипировки предложат какие-то советские обноски со складов. А потом отправят умирать, чтобы такие, как Шойгу, Цаликов, Картополов и Иванов могли и дальше воровать себе на роскошные особняки и яхты. То, что для вас станет смертью, для них уже давно выгодны бизнес и обогащение. Поэтому не берите повестку, не ходите в военкомат и не едьте воевать в дворцы Путина и его дружков. Распространите этот ролик. И помните, нет войне и свободу Алексею Навальному.